По Навальному, позвольте я уточню. Объясните, пожалуйста, наверняка вы видели эти заявления его адвоката Прохорова по поводу того, какая там была организована провокация с этим бездомным. И сейчас якобы речь может идти об очередном уголовном деле. Это 321-я статья. Я даже выписала, когда готовилась к нашему эфиру. Это, возможно, дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества наказания, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Это мы сейчас про Навального и про адвоката Кобзева. Про Кобзева, да, прошу прощения. Вот эта история, насколько это распространенная практика и чем это может закончиться, на ваш взгляд. Сама эта история с этой провокацией, когда к нему этого, как сказано в цитате, процитируя адвоката, доведенного до животного состояния сокамерника, запихивают в камеру и ждут, когда Навальный применит физическую силу. Эта практика довольно распространенная. Надо сказать, что, конечно, она к Навальному применена с особым подходом. Во-первых, давайте отметим, что и Навальный, и адвокат Кобзев успели сообщить незадолго до самого происшествия, что оно случится. И Навальный об этом предупредил один из сотрудников ИК-6 в городе Мелехово, в поселке Мелехово, Владимирской области. Надо сказать, за что им большое спасибо. И я хочу сказать, что сейчас мы видим эту тенденцию, что сотрудники, иногда это заместители начальника по воспитательной работе, иногда это, собственно, сами начальники. Они вот уже с прошлого лета ходят по заключенным и отговаривают их, например, вербоваться в наемники. А нам сейчас начали поступать просто доносы от заключенных в Росте сидящих, доносы, что начальник такой-то отговаривает нас вербоваться. Ну, ребят, спасибо начальнику, что это записали. Записали в хорошие люди, не будем называть его имя, конечно, и номер зоны. И то, что сотрудник подошел, то, что предупредил, я думаю, что его будут искать, я думаю, что его ищут, я думаю, что его вычисляют. И мне кажется, что будет не один такой, кто будет подходить, кто будет подходить, а кто будет говорить. Это во-первых. Во-вторых, провокация обыкновенная. А самое смешное, что это все по закону. Дело в том, что несколько лет назад были приняты поправки в законодательство действующих. Это вот в рамках борьбы против пыток. Это вот как обычно, боремся с пытками, получаем, узаконим и не пыток. Дело в том, что если заключенного просит сделать что-то, требует делать от него что-то, обычно, что не вписывается в поднятие человеческого достоинства, то к нему можно применить силу. Ну вот, например, заключенного переводят в ШИЗО. Чтобы перевести в ШИЗО, вы переодевают и досматривают полностью. Что такое досматривают полностью? Это нужно присесть, раздвинуть ягодицы и показать, нет ли у тебя чего в заднем проходе. И это на камеру, на сотрудников. Работает камера. Нигде не написано, что нужно показывать это сотрудникам. Нигде не написано, что нельзя вызвать врача, чтобы он посмотрел за ширмой тебя отдельно. Зато написано, что если ты сопротивляешься этому, тебе применяют физическую силу. Ну, ни один нормальный человек перед камерой не будет этого делать. А дальше вызывают сотрудника, вызывают ОМОН, и тебя либо это заставляют делать, либо бьют до потери сознания и делают это. Если очень хотят, например. И это будет в рамках закона. Заключенный отказывается выполнять приказ сотрудника. Пожалуйста, все в рамках закона. Да, видеофиксатор отказался. Здесь ровно та же история. Навальный отказывается сидеть с человеком, который... Вы понимаете, речь идет о том, что Навальный еще деликатничает. Речь идет о том, что человек не просто не знаком с правилами гигиены. Здесь вопрос не просто помыться. То есть человек явно испытывает какие-то зависимости и болезненные ощущения от жизни. Это может быть там все что угодно. Там какой-нибудь запущенный хеликобактер, да? Когда у тебя недержание всего. Ну, человек до этого состояния там доведен или... То есть это физиология, когда нельзя просто почистить зубы. От тебя пахнет. И здесь нужна медицина. И естественно, Навальный не может сидеть с таким человеком не потому, что он цаца. Он уже с ним сидел несколько раз, да? А потому что наступает предел, некий предел, который прощупывают. Прощупывают сотрудники. Когда, если ты соглашаешься на что-то унизительное и невыносимое, то есть можно и дальше. Можно и дальше. И, конечно, Навальный поступил так, как диктуют, в общем, тюремные негласные законы, неписанные правила. Он не стал его бить, он попытался его отправить за дверь. И, конечно, тем самым он нарушил вот это вот все, да? Требования сотрудников учреждения, да, до пяти лет. До пяти лет лишения свободы это дезорганизация работы учреждения. По закону здесь можно подвести все, что угодно. Все, что угодно. Не по закону, по понятиям, которые тут совпадают абсолютно с правилами человеческого общежития. Он прав. Я смотрела ваше интервью с Елизаветой Сетинской, и вы там сказали, что, ну, видимо, оно записано было чуть раньше, да, наверное, да, потому что я понимаю, какая это большая работа. Вы там сказали, что должно быть полегче. И два фактора называете. Это вручение Оскара, документальному фильму Навальный и разговоры Пригожина с Ахметовым. Вы там все про это объясняете, но, правильно ли я понимаю, выходит, что вы, ну, эти прогнозы не сбываются. Не полегче, потяжелее. Нет, сбывается то, что сотрудник предупредил, например, это влияние тоже этих факторов. То есть до сих пор не была протянута рука помощи. Совершенно добровольно и, то есть изнутри. Этого до сих пор мы про это ничего не знали. А, в принципе, сейчас мы видим, что вообще внутри системы, внутри пенциарной системы развивается протест. Вы знаете, мы видим уже практически в каждой зоне людей обычных заключенных. Это не политические никакие. Это вот те самые, которых мы иногда видим на кадрах, взятых в плен, и точно такие же люди. Только они не идут вербоваться и ходят отговаривать других. И они тоже часто пишут или звонят или надиктовывают сообщения и просят какой-то правовой помощи именно в этом смысле. Но вы знаете, пока правовая помощь очень простая. Если ты не хочешь ходить, ты не пойдешь. Ты не пойдешь на войну. Пока так. Пока так. Пока можно упереться рогом, сказать, я не пойду. Да, может быть, будет ШИЗО, может быть, будет ПКТ, но это будет не война. Не окоп и не автомат Калашникова. И не вне судебной казни Вагнера куда-то тоже можешь попасть. Пока так. То, что в тюрьме будет мобилизация насильная, я не сомневаюсь. Насильная? Насильная это как? Взяли, погрузили, отвезли? Да. И сзади заградотряд поставили? Это так? Да, в октябре прошлого года были приняты поправки в законы о службе в армии. И эти поправки вступили в силу с 4 ноября. Как раз по этим поправкам Министерство обороны получило право вербовать на контракт заключенных. Но дело в том, что она получила право и призывать. Пока не призывает. Но может. Призывать заключенных. То есть в ситуации, когда они не могут отказаться, потому что это не может быть, это призыв, это не может быть добровольным решением. Мобилизация. Мобилизация. Попаду. И когда пугал их Пригожин, что идете со мной, потом пойдете насильный с Министерством обороны. И сейчас говорит тоже самое Министерство обороны. Возвращается контракт за деньги, а потом будет мобилизация бесплавная. В общем, такой случай, что я бы поверила. Вы сказали важную историю. Вы это сформулировали, что в тюрьме, на зоне назревает протест. В каких формах он может, во что он может вылиться, как вам кажется? То есть есть ли здесь хоть какие-то механизмы для сопротивления у самого, наверное, бесправного, у самых бесправных людей? Вот здесь и да, и нет. Во-первых, мы видим поведение очень многих служащих тюрьмы, которые были очень унижены этой ситуацией с Пригожином, с вербовкой. У меня нет никакого резона за них заступаться и их хвалить. А приходится. А приходится, потому что сейчас мы видим это внутреннее сопротивление. Когда по разным причинам, самым разным, и начальники, и сотрудники сопротивляются. Сопротивляются вербовке, сопротивляются войне. Эти причины могут быть далекими от наших с вами идеалов. Потому что, например, у них кончился заработок полностью. На чем устроился тюрьмный заработок? Две вещи. Промка, то есть работа заключенных на промке, которая обычно принадлежит через двоюродную жену там начальнику зоны и дальше идет по кругу начальству наверх и вбок в прокуратуру по надзору за правами человека в местах лишения свободы. А вторая часть заработка это торговля УДО, условно-досрочное освобождение. Сейчас УДО нет, сейчас все это идет через вербовку и у людей кончился заработок. Плюс ко всему все унижены, потому что приезжают ЧВК, приезжают Пригожин, приезжают пригожинские люди и вот на глазах у заключенных чуть ли не головой их унитаз смакают. А так все, из кабинетов гоняют, оставляют переодеваться в гражданское, там хамят и так далее, и так далее. Они это тяжело переживают, естественно. То есть могут быть причины самыми ну не восторженными с нашей стороны. с другой стороны в них просыпается что-то вроде гражданского чувства, просыпается. И есть еще один вариант ответа. Они понимают, что в случае чего они будут крайними. Они же прекрасно, что Пригожином было столько зеленый свет, этот зеленый свет не мог сказать никто. Ни ФСБ, ни начальство их места, никто, только Путин лично. И они понимали, что нет никакой бумажки. Ну нет бумажки никакой. Не существует никакого помилу непрезидентского. Не существует. Я сейчас расскажу, почему его не существует. И кто выпустил заключенных? Кто их отпустил с оружием в руках на войну? Начальник зоны за все отвечает. Почему помилу не существует? Смотрите, вот этот бывший заключенный, который убил старушку недавно и долго гулял по буфету до этого и громил топором машины. Вот он громил топором машины, а потом убил старушку. Простите, а его же помиловали? У нас написано, что такое помилование, за что надается. вообще помилование это немножко такая коллективная ответственность, если по закону. Помилование это когда вот ты совсем, совсем, совсем исправился. Это видит начальник зоны и пишет да, исправился. И отправляет твои документы на помилование в региональную общественную палату. Региональная общественная палата смотрит на тебя внимательно и пристально и думает так, 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 ты начальник зоны взял на себя ответственность, возьмем ли мы на себя ответственность сказать, что он исправился. Да, пожалуй, возьмем. Исправился. Потом поступают документы в администрацию президента, в администрацию смотрят, возьмем ли мы на себя ответственность. Тут начальник зоны взял, региональная общественная палата взяла, ну, пожалуй, разделим. И президент думает, ах, пожалуй. Да нет. Что-то я опасаюсь все-таки сказать своим президентским именем, что человек исправился. Пожалуй, нет. Так было до сих пор. А теперь у нас что, 50 тысяч помилованных? Это 50 тысяч завербованных. И вот президент сказал, что вот этот вот взял на себя ответственность. То есть старушкина смерть на ком лежит? На Путине Владимире Владимировиче? Ну, выходит, что так. Если там везде стоит его подпись. Выходит, что так, если стоит. Но указ-то у нас секретный. На справке об освобождении путинской подписи не стоит. Там стоит подпись начальника зоны. Говорят, помилованы все секретным указом президента. Давайте на него посмотрим. А кто же нам даст? Ах, вот, оказывается, оказывается, вот тот самый Росомахин, который убил старушку, наверное, вот он-то как раз не помилован президентом. А как же он на свободе оказывался? Кто отпустил? Начальник зоны? Ну-ка, давайте его сюда. Давайте к цифрам. Вот вы говорите, 5 тысяч вернулись. Всего вы оцениваете 50-53 тысячи, да, заключенных на... Знаете, на 1 февраля только Магнер завербовал чуть-чуть меньше 50 тысяч. Где-то от 48,5 до 49,5, чуть-чуть меньше. Сейчас только Министерство обороны, ЧВК «Патриот». Мы получаем такие сводки тоже, как из всех зон, как и получали. Корреспонденты нам наши рассказывают. Но довольно трудно было уследить. То есть сейчас большими партиями мы понимаем, что идёт набор, там уже тысяча человек. Но пока было вот в феврале по 15 человек раз в три дня. Довольно сложно оценить, сколько их всего было. Поэтому у нас сейчас гораздо большая погрешность, чем могла бы быть. Но за это время ещё тысяч пять точно завербовали. Вот точно абсолютно. Это даже по минимуму. То есть 55. Пять из них вернулись и помилованы, и сейчас находятся на свободе. Да. Те заключённые, которые в том числе убийцы, насильники, которые были приговорены к серьёзным тюремным срокам. А так прежде всего. Значит, соответственно, а насколько этот ресурс вообще исчерпаем? Когда они закончатся? И закончатся ли? Когда они закончатся, они конечны. Значит, сейчас порядка 400 тысяч человек сидит. Из них 8% женщины, а мы знаем уже, по крайней мере, с сегодняшнего дня, что женщин начали отправлять на фронт, они уже там. То есть начали отправлять давно, но мы впервые получили свидетельство об их нахождении там. Они там проходят под кодом именований «Волчица». И они в ЧВК. Я не знаю, сколько их добралось до фронта, но я знаю примерно цифры, что 50 женщин забрали из колодий города Снежное. Это на оккупированных территориях, это ДНР и ЛНР. Это откуда, собственно, Бук стрелял. Да, и еще порядка 100 человек с Юга России. Они где-то встретились, эти два этапа женских, и вот сколько из них доехал до фронта, я не знаю, но вот это они. В конце концов, где-то через три месяца после поступления сведений, что забирают женщин, мы в конце концов получили свидетельство, что они на фронте доехали. Поэтому 80% я бы не убирала. 400 тысяч сидит, минус 8% это минус такой, условно очень минус. Примерно столько же уже совсем не могущих держать в руки оружие. Остальные, пожалуйста, то есть еще человек 250 тысяч, 300 тысяч, пожалуйста. Ну, кстати, про женщин был мой следующий вопрос, как раз вы меня немного опередили. А вы можете себе представить вообще, что это за контингент, если у вас какая-то от ваших корреспондентов информация, и какой у них функционал? Это что за сила? Сейчас достану телефон, просто прочитаю обращение очередное. Свеженькая от женщин, которые сидят в Москве и которые обращаются с удивительной просьбой. К вам, к руси сидящей, к вам обращаются. Да, да, да. Женщины хотят на войну, они написали заявление, и, судя по всему, заявление это одобрено, и по этому поводу они присылают список, что им нужно. Вот. Как интересно. Письмецо. Показываю для тех, кто смотрит нас в эфире. Просим вас помочь девушкам СИЗО-6, это Москва, в настоящее время, а, временно, находящимися в ВКУ СИЗО-6 ОФСИН России по адресу город Москва улица Шесейна 92, которые на добровольной основе едут по контракту на СВО. Нужна помощь и поддержка. Что нужно? Нижнее белье список размеров, носки список размеров, футболки список размеров, чай, кофе, сахар, сладости, моющие средства, шампунь, гид для душа, мыло, записные книжки, гигиенические наборы. Благодарим. Дальше список фамилий. 82-й год рождения, 87-й год рождения, 86-й год рождения, 85-й год рождения. Девушки сурали на войну, им нужны тампоны. Ну, тампоны и по прямому, и по непрямому назначению, как мы слышали уже. Нет ничего, трусов нет. И вот их, судя по всему, забирают. Не первое заявление, которое мы получаем по этому поводу, но это хотя бы относительно призывного возраста девушки. Мы получали из СИЗО-6 письма вербуются. Одна была, по-моему, бывшая судья, вторая бывшая следовательница. 50+.